Три проблемы, которые здесь прозвучали, я просто для сокращения и так мне 10 минут дадим. Первое. Не надо драматизировать ситуацию. Я поддерживаю ваш реальный оптимизм. Второе. Надо глубже исследовать проблемы. В том числе проблемы именно позитивной, благополучной, многодетной семьи. И третье. То, что звучало в словах, может быть, я все-таки по убеждениям атеист, поэтому я не связываю с божественным, с духовным таким. Но идея о духовно-нравственном акценте. Кстати, ничего нового нет. Концепцию постматериальных ценностей присущих молодежь. Она была сформулирована в конце 60-х годов. И уже тогда было ясно, что материальные ценности – это не все. Начнем. Не надо драматизировать. Следующий слайд. Следующий слайд. Старая не уделилась, ладно. Тогда буду без слайдов, потому что слайды сделали. Почему не все убрали мы? Все. Коллеги, в плане не надо драматизировать ситуацию. Да, ситуация сложная. Коллега из Казахстана показала, чем обернулась для части нашей молодежи мобилизация. Но есть ведь и позитивные какие-то моменты. Не будем следовать за статистикой, которая уже приплюсовала к численности населения России 6,2 миллиона, проживавших когда-то на новых территориях. Их еще надо полностью освободить. И плюс я, как адесит по рождению, мечтаю вообще-то, чтобы Малороссия в неусреченном варианте все-таки вернулась к России. Второй в этом плане момент, связанный со слабыми сигналами. Коллеги, вот несколько уточняя то, о чем говорил Владимир Николаевич. Придется так. Возьмем суммарный коэффициент рождаемости. Что мы имеем? Как не записаны были предложения президента довести до 1,7, у нас последние годы 1,5. Мало. До 2,15 не дотягиваем ясно сколько. Почти полчеловека на каждую женщину. На двоих человек. Но, давайте будем думать, ведь никто не отрицать и не может яму демографическую, включившая и демографическая эко войны, и яму 90-х годов. Вот 95-й год, у нас тут табличка была, 1,16 сотых, 1,16 сотых, 116 детей на 100 женщин. Не 215, а 116, 100 детей на 100 женщин не было. Целый человек. На тысячу. Не на 100, а на тысячу. Нет. Коэффициент рождаемости на 100, а 1,15. Ну, если 15 на 100, конечно, а не на тысячу. На 100 на 100. Теперь второй момент. Часто молодежь упрекают, вот, мало рожает. Здесь уже совершенно справедливо Тамара Кирилловна сказала, Женщин-то в молодежном возрасте все меньше и меньше. 1,16 в 90-е означает, что женщины рожали в основном одного ребенка. Но это и мальчик, и девочка. Добавим 30, 29, там 30 лет. И мы что сегодня получим? Что эти родившиеся в 90-е годы. Женщин-то вдвое меньше, чем их матерей. Ну, вот мы и получаем. Но, опять-таки, надо иметь и учитывать тренд. Да, вот говорят, оттягивает рождение. Стоп. А мы посмотрели статистику. 1960-й год. Для меня это особенно значим, что это год рождения нашего старшего сына, которого уже, к сожалению, нет. Но 1960-й. Средний возраст женщины 27,8 лет. А мифы, что вот тогда рожали помоложе, даже не было моей родившей его 22. Но это, оказывается, отражение той тенденции, которая к 1960-му году возникла. 15 лет после войны надо подумать уже и о стабильности, подумать о образовании и т.д. Так что, то, что у нас сейчас идет к 29, 28,9 в 21 году, это своеобразная тенденция. Но давайте видеть и слабые сигналы. Слабый сигнал – это, прежде всего, связан, на мой взгляд. Вот я посчитал, 89-е и 20-е годы. В 89-м три возрастных группы от 15 до 29 вместе дали 43% разделки. В 20-м году на их долю приходится уже 33. Значительное сокращение. А вот то, о чем сегодня тоже слабый сигнал. В 69 лет Люба Успенская собирается родить ребенка. Да, наверное, будет эко, новая технология там, эко и прочее. Но, обратите внимание, два возраста от 40 до 49 лет давали в 89-м году 22% детей. Каждый пятый. А сегодня дают 31%. Каждый третий. Таким образом, передвигается. И, наверное, за этим стоит, в том числе и достижение медицины. И, наверное, за этим стоит возможное на перспективу порушение, увеличение продолжительности репродуктивного периода. Мы же привыкли, что средний возраст растет. Почему? Ну, традиции и тенденции старые переносятся и на другие проблемы. Может быть, тут будут тоже существенные изменения. И еще один слабый сигнал. Это третье дети. Третье дети, коллеги, у нас за последние годы, ну, слайд тут есть, почему он или я не то сбросил, или что. Но получается, первенец в 16-м году первенцы почти 40%, в 21-м 35%, некоторое сокращение. Вторые дети 41%, в 20-м году 36%. Но вот он слабый сигнал, о котором и материнский капитал, и то, о чем вы сказали, внимание многодетным всеми. Третье дети. В 14-м, в 16-м году каждый седьмой ребенок третий. И в 21-м году, в 18-й, почти 20, каждый пятый, был каждым седьмым, стал каждым пятым, третий. Вот она перспектива, если хотите. Вот он тренд, что доля третьих детей возрастает. А за этим стоит, так ли надо осуждать, что женщины позже рожают даже первого ребенка, если они при этом увеличивают репродуктивный период. И последнее. Это продолжая то, что коллега из Коми сказал. Но без его, вот, может быть, духовных таких моментов. Коллеги, кроме материальных стимулов, масса духовных антистимулов, давайте не будем забывать, что еще сравнительно недавно либерально психология и технология преобладали. Мы несколько лет тому назад сказали, угроза child free, 5% среди студенческой аудитории. Угроза синглов единственная. Мне одному хорошо, не надо семьи, не надо детей. А ЛГБТ, психология и технология, а трансгендерство и прочее. И вот сегодня изменение психологического климата в стране порождает надежду, что борьба против вот такого влияния антибрачного на молодежь может все-таки увенчаться успехом. Потому что слишком у этой либеральной идеологии в нашей среде, в нашей российской элите было слишком много представителей и реализовавших подобную идеологию. Поэтому я считаю, что изменения, происходящие в климате страны, позитивны и в том числе позитивно повлияют на преодоление антибрачных настроений в молодежь. Спасибо. Спасибо.